Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы играем в андрол. В прошлой серии мы остановились на том, что вскрыли некоторые не самые приятные факты с прошлого нашего героя. Например, то, что наш приятель Табаса всего лишь своего рода воспоминания, смотритель зоопарка, которого наш безумный маньяк жестоко убил. Адские овцы как всегда на месте и как всегда радуются жизни. О, в зоопарке было весело, обезьяны в клетках, они даже адские овцы знают, врач, скорее всего, неправда, посланцы сатаны, бесы, которые должны будут черзать нас до скончания жизни. Мы овцы, но на самом деле нет, мы вечно грустны. Выглядим как овцы, но это не так, потому что раз вот и не знаешь, кто такие овцы. Ну блин, я тоже верю, что овцы не такие зловещие физиономии, в любом случае, давайте поговорим с Табасой. Эй, Рассел, доброе утро, хорошо спал ты ночью. Эй, что такое? Ты выглядишь каким-то больным. Ты в порядке? Ты допоздна оставался на ногах? Постой, подожди. Или это вчерашняя усталость напала на тебя? Да, было довольно утомительно. Возможно, я частично ответственен за это. Прости. Ну, ничего страшного, думаю, в этом нет, дорогой Табаса. В конце концов, думаю, то, что мы сделали с тобой, это куда хуже, чем небольшая усталость. Давайте посетим этот дом, который теперь открыт. Наш старый приятель, или нет? Ты внутри своего сна. Если хочешь добраться на рынок инкарнеров, ты можешь. Если нет, прощай. Кстати, лес у нас оказался дремлющий, наконец-то смог бы назвать его как положено. Хотя, судя по всему, это нам не пригодится в ближайшее время, эта информация о названии леса. О, да это же та девушка, которую мы встретили еще в начале первого дня. Наш проводник по сну. Здравствуй, Рассел. Добро пожаловать в магазин. В общем, магазин проводников снов. Не будем усложнять и без того наше нелегкое положение. Я только закончила с магазином. Теперь мы можем начать настоящую работу. Итак, значит, этот магазин, это место, куда ты можешь отправлять все, что ты захочешь. Но... Ну, извините, если... Или... Ай, господи, я запутался. Ну, на самом деле, не всем отовсюду. Это должно быть место, где ты уже был. Ну, думаю, будет проще всего поиспытать это. Подтрогай различные скульптуры, чтобы отправить их прямо сюда. Вперед! Давайте посмотрим, что за рынок и инкарнеров. О, господи, мы снова в дремлющем лесу. Ну, судя по всему, после того, как мы справились со вчера с чудовищем, дела у них пошли на лад. Мне даже расселили свои персидские ковры, что мне кажется несколько расточительно. Но, думаю, в этом месте нас ничего интересного уже не ждет. К сожалению. У нас образовалась пустая ненужная локация. Давайте пообщаемся с местными. Добро пожаловать! Вообще, инкарнер сможет перевести что-то вроде воплотителей. Это место, где твоя внутренняя защищенность может стать воплощенной. Как бы, что бы это ни значило. Воспользуешься ли ты этим? Давайте, да. Любая эмоция, я воплощу ее. Ну, что же у нас одета? Ну, думаю, нам пригодится какая-нибудь защита. В принципе, похоже, можем еще и продавать вещи. Спасибо большое. Это действительно твоя защищенность? Пожалуйста, не будь. Мы воплотители. Как наше имя намекает, наша сила может создавать типа воплощение в человеческом сознании. У людей, у всех людей есть внутренняя агрессия, которая может стать оружием, и внутренняя защита, которая может стать броней. Это наша задача, пробудить эти вещи, чтобы добавить к своей силе. Возможно. Так, тут нас, скорее всего, могут платить какую-нибудь оружие. Что нам бы тоже не помешало. Мушкет. Металлическая бита. Давайте приобретем биту. Теперь у нас практически кончились орехи. Увы. Ну, я думаю, это не такая же большая проблема, чтобы из нее переживать. Это наши навыки, это нам не нужно. Да, вот теперь совсем другое дело. Теперь мы на человека стали похожи. Берегитесь, проклятые обезьяны. Потому что теперь у нас не какая-то палка. Целая бита. О, добрый день. Мы... Воплотители. Те, кто создают воплощение в твоем разуме. Теперь это место в безопасном, судя по всему. Спасибо. Теперь можешь заниматься своей работой. Пожалуйста, проходи прямо вперед. Используя наши технологии, тебе сердце велит. О, господи. Большой постер. Давайте посмотрим. Наконец, открытый для торговли. Вы не найдете лучшего информатора нигде. Не беспокойтесь, у информатора есть информация. Информация нам не помешает. Господи, по-моему, это наш брат-близнец. Здравствуй. Эй, Рассел, я ждал тебя. Я информатор. Как Кими намекает, это моя работа, рассказывать тебе информацию со всего мира. Тебе интересно, почему я выгляжу как ты? Потому что... Скорее, наверняка, это тот, кто знает себя лучше всего. И не будет лучшего информатора, чем я. Но я должен сказать... Это... Это, с той стороны, весьма самоуверенно. Это даже почти отвратительно. Тебе должно быть... Ты должен быть удовлетворён, сном, где все идёт так, как ты захочешь. Но... Это всего лишь сон. Не забывай это. Есть информация. Эй, Рассел, пришёл, чтобы услышать ценную информацию о своём счастливом сне. Я послушаю. Хорошо. На этот момент я могу сказать тебе... Ну... Что бы сказать насчёт обезьян? Обезьян. Да, обезьян наверняка раздражают. Прямо как отец. Я прав? Поэтому их вижание так тебе раздражало. Жаль насчёт этого смотрителя зоопарка. Им его должно быть заинтересовал скромный мальчик, как ты, который пришёл с зоопарком по себе. Ну, ему не повезло, не так ли? Если бы не обезьян, я бы сам, но я бы не сделал этого. Наверное. Взрослые, у которых совершенно нет чувства как будто чувства самосохранения. Не знаю, как правильно перевести, что-то не могу подобрать нужные слова. Какое-то не дурацкое настроение вообще. Как будто я всё это через силу делать. Да, ну, в общем, у кого не чувство самосохранения, предположим, их так легко одолеть. Это было довольно приятно, не так ли? Признай-то. Ну, конец истории. Приходи ещё, я буду ждать тебя. Давайте следим оставшиеся вопросы. Ну, что мне делать дальше? Верно. Сегодня похоже во много будет увлечена Гордения. Возможно, вы куда-то браетесь вместе. И, возможно, Юми в какой-то степени не помнит, кто такая Юми, ей богу. Возможно, это нет, по-моему, не сестра священника. Кто тогда? Ну, это зависит от тебя. Также Ферия, проводник снов. Основала какой-то магазин рядом с твоим домом. Если будет время, проверь его. Ну, собственно, мы уже начали и нас отправили собирать какие-то скульптуры. Очень милый диван. Он больше нас. Мелочь приятна. Так, собственно, сегодня никто не патрулирует, кстати, возможно говоря. Полицейская, это Юми. Это Юми. действительно. Эй, это ты. Ты Эш, да? О, да, ты прямо вовремя. Видишь ли, мне нужна помощь кое с чем. Ты сейчас свободен? Ну, предположим, да. Хорошо, вот билет. Время для маленькой просьбы. Тут недавно видели этого подозрительного монстра недавно в городе. Никакого вреда вночь не причинил, но это нехорошо. Если что-то случится, будет слишком поздно. Поэтому я хочу, чтобы ты раздал вот эти флайеры всем. Считать меня должно быть 7 флайеров. Наверное, брошюр правильнее будет сказать в данном случае. Ну да, 7 листовок, собственно говоря. Хорошо, вперед. Отлично. Можешь просто закинуть их почтовые ящики рядом с домами. Рассчитываю на себя. Спасибо, Юми. Ну, хорошо. Больше здесь, похоже, ничего сверх интересного нет. Поэтому мы можем отправляться далее. Текст, мистер священник, листовочка для вас. Заодно и пообщаемся, как вы сегодня. Как ваша церковь. Очень милая скультура отполирована и сверкает. Это ты? Я не знаю, зачем ты пришел. Но я выпрошу тебя, если ты будешь истись неподобающий. С тебя руки не заняты ничем. Я был бы рад, если бы ты помог мне с честной церкви. С уборкой церкви. Не то, что мне это не нравилось. Но даже у меня возникает проблема с тем, что на эту уборку ходит полдня. Боже мной. Ну для помощи уборки у него есть сестра нас ждут тела более великие. В конце концов, не гоже человеку психическими расстройствами тратить время на какую-то простилюс поди уборку. Так, наш вчерашний одноглазый носатый приятель исчез, к сожалению. Честно говоря, уже не помню, какую роль он играл в нашей жизни. текст. Нужно ли было нам сюда? Ну, я думаю, хуже не будет. Так, тут живет местный управитель. А, да, они живут вместе, следовательно, дом меньше выходит. То мне показалось, что листовок меньше, чем персонажей. Доброе утро, Рассел. Хорошо спал последней ночью? О, да, это мне напоминает кое о чем. Ты уже был в этом магазине информации? Его буквально только сегодня открыли. И видишь, это человек в этом магазине, он точно копия тебя, Рассел. Он сказал, что совпадение, но вы и правда выглядите почти одинаково. Меня это правда напугало. Ну, бояться нечего, в конце концов и она всего лишь часть нашего сна. И чёрт его знает, почему она здесь оказалась. Интересно очень узнать, какую же роль сыграют остальные персонажи в нашем сне, и ещё что более важно, какую роль они играли в нашей жизни. Стрель зоопарк, например, может сказать вообще чистая случайность, что наши дороги пересеклись. «О, это ты? Как можешь видеть, я работаю. Я сортирую айди каждого. Я собираю. Скоро и для тебя будет подготовлена айди-карта. Без неё они, ну да, мы уже помним, поняли, что без карты нас другие города не пустят, но никак. Я думаю, она будет готова к отправке к завтрашнему дню. Или что-то вроде того. Да, мы прямо в нетерпении, честно говоря. Я был бы доволен, если бы всё действие было сконцентрировано в одном городе, на небольшом количестве персонажей. Кто-то скажет, что чем больше контента, тем лучше. Ну, посмотрим. Всё же не могу не отметить, что мне очень нравится работа над картами, то есть они выглядят действительно очень симпатично. Ну, мне нравится на самом деле. Всё очень красиво. Господа, мистеры морковки, мадем лозели, клубнички, или скорее похоже на малину. В общем, кто бы они не были, надеюсь, они поживают хорошо. А вот собственно и гордения. Она жонглирует какой-то едой на сковороде, думаю, пока не будем меня волновать. Честно говоря, не понял, о каких скульптурах шла речь. Ты так понимаешь, нам ничего не светит, или ничего я кубника. Я верну, я приду за тобой. Господи, вчера мне нашего молчаливого друга. Он молчит, но я вижу в его глазах мольбу и просьбу о помощи. Я думаю, вы тоже видите. Вы скажете, это всего лишь пара белых пикселей? Нет. Они передают гораздо больше, чем может показаться первого взгляда. Никогда не судите пиксели по одному взгляду. Что я несу вообще? Доброе утро! Вы шоу поприветствовать меня? Так рано? Ну, это довольно целью стромыли с твоей стороны. В любом случае, чего ты хочешь поблутать? Ну, если подумать об этом, недавно открылся какой-то подозрительный магазин. тебе закинули листовку в твой почтовой ящик, я его, кстати, не проверял. Это было довольно беспечно с моей стороны. Я думал, сейчас вернемся к нашему дому и все хорошенько проверим, потом пойдем к гордене. Да, магазин информации. Как продавать что-то, что даже не является чем-то материальным? Ну, говоря об этом, не то, чтобы мне это было всем неинтересно. В общем-то, никто нам ничего интересного сказать не хочет. Так, листовки надо не забывать раскидывать. Так, мистер аптекарь, на которого он у меня кончил. Хотя я могу потратить два последних орешка на покупку таблеточки. Доброе утро. Неплохая погода, правда? Так. Ну, юноша, вы выглядите не совсем хорошо. Плохой сон, возможно. Сожалею. У меня нет лекарств, чтобы сражаться с плохими снами. Это довольно забавно, считаю, что мы и так во сне, а сон-то должен быть счастливым. Прошу прощения. Может, ты хочешь какую-нибудь подушку для тела, чтобы отвлечь себя? Они довольно расслабляют. Ну, это было бы неплохо, но у нас на это денег нет. Хо-хо, да тут, однако, еще более прекрасные вещи нам дают. Так, эти капсулы не восстанавливают нашу, грубо говоря, манну или энергию. Тут даже рожь медицина. Прогодится, если кто-то из нас погибнет. Все, у меня кончились деньги. Пора идти побираться. Бедному ребенку то хоть кто-нибудь отсыпет пару орешков надеясь в этом городе. Должно же у этих людей быть сердце. Так, почему на... Так, да, мы все раздали. Нужно сообщить об этом. Да, табас отец раздражаем. Да, не сырте же вы соль ни на рану. Сейчас, между прочим, табасы нету, так что мы можем с ними расправиться. Мы знаем. Мы знаем, что сделать с ним. Мы знаем, что сделаем. Посмотрели. Прямо в том деле. Ну да. Так, а наша парочка занимавшаяся логией, однако то ли успокоилась, то ли затрахали друг друга до смерти, в любом случае больше здесь нет. Собственно, такие дела. Так, а в ходу у нас появились новые шарики. Да, информатор подозрительно похожий на нас. Ферия. Работница на проводник снов, в общем-то говоря, может свободно телепортироваться по миру снов. Жизнерадостный не видно, но лучше её не злить. Ну, порой нет смысла подбирать. А. Так, ну, в нашей комнате, к сожалению, ничего интересного. Но госпожа Ферия не всем понял, в чём, что мне нужно сделать. Здравствуй, Рассел. Да, мы об этом уже говорили. Что насчёт этого заведения? Ну, этот магазин, место, может, слать всё, что захочешь. А, нет, я ошибся, я ошибся, господа, это место, где, откуда мы можем отправиться, куда захочем. То есть, такое быстрое путешествие, да. Да, всё, всё, теперь всё понятно. Что-то я совсем заглупил. Это меня не радует. нужно сконцентрироваться на игре получше. Благо, сюжет, мне кажется, будет не самым очевидным. О, уже всё раздал. Это было довольно быстро. У тебя быстрые ноги. Ладно, возьми это. Твоя награда за этот день. Пять орешков, спасибо тебе, добрая женщина. Вот это она меня просто осыпала золотом и богодатью. Интересно, как этот подозритель эмоций вообще выглядит? Я сама эту вещь не видела, но точно говорить не могу. Если даже будут слухи, то это не слишком хорошо. Ладно. Кажется, это был доктор Контера, кто отправил отчёт. Заметил, штуку на утренней прогулке. Хорошо, что ничего не случилось, но стоит задуматься. Лучше с этим разобраться поскорее. Так, а нам пора отправляться к Гордене и посоветую нашего информатора. Думаю, сами себе то мы врать не станем, хотя самим себе люди врут как раз чаще, чем кому бы то ни было. Текс. Отлично. Мы должны вывезти её отсюда и ограбить её в холодильнике. Река там хранятся орехи и же с ними. Привет, Гордене. 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 О, Рассел, доброе утро. Спасибо за вчерашнее. Ну, так что сегодня пришёл попросим в готовку. Ну, еда бы нам пригодилась. А, да, салатик. Ого, салатик-то лечит всех, настолько его много. Ну, жрать в одиночку это как-то действительно нехорошо, по крайней мере. Да, еда действительно неплохо. О, хорошо, тебе нужно есть, тебе нужно же хорошенько питаться и никогда не вырастешь. Ну, тут прям по-больному ударили. Давайте и пообщаемся с ней. Скажи, я слышал о платителе, и ты недавно открыли магазин после твоей очистки в древчим лесу, после уборки. Ой, что со мной не так? Ты знал? Мне бы пригодилась новая сковорода, это уже совсем износилось. Я знаю. Эй, Рассел, хочешь пойти со мной на этот рынок? Например, прямо сейчас? Такие вещи ещё веселее, когда с тобой что-то ещё. Ну, пойдёшь со мной? Правда? Ура! Просто подожди прямо здесь. Я найду кого-нибудь, чтобы за магазином присмотреть. Там, Табаса, неужели это будешь ты? А, всё хорошо. А, такая сонная. А, Горденья? Горденья 2? Ну, если у нас есть Близнец, почему бы других персонажей не быть? А, да, я так, кто присматривает за магазином для Горденья. Я другая Горденья. Но это не так уж рано, знаешь ли. Это твой сон, в конце концов. Ну, будешь что-то покупать. Ну, ладно. Успехов все, Горденья номер 2. Честно говоря, я просто потратил 20 минут на обход всего на свете. и всё. А, ребят, вы куда собрались? Надо найти сковородку, да? Да, пожалуй, пришло время купить новую. Эй, ребят, у вас достаточно арахиса? Мне не очень-то много. Ну, это трагедия. Теперь я чувствую к вам жалость. Ну, дома у меня нет выбора. Вот вам немножко большого бро. Немного, но лучше, чем ничего. Всё, пошли попрошайничать. Наконец-то я нашёл свое предназначение в этой игре. Ну, позоволься себе, не тратився сразу. Господи, 10 орехов. Блин, это уже напоминает морду вообще, часто говорят. Он тоже. Орехи были весьма ценной валютой. Если кто играл, ведь именно эти дети сходы обменивали вещи на эти орехи, а у детей в море чего только нет. И патроны, и лекарства, и даже порошочки, лечащие от эпидемии. А, выдвое. Хорошего дня. Куда-то собрались? А, поняла. Упаковки на рынке воплотителей звучит неплохо, но не забудьте, уже и рост в конце слишком поздно. Хорошо? То, что ночи опасно, я видел недавно странные вещи. Ну, может, это только моё воображение? Ладно. И, ну, в идее очень много диалогов, в общем, проблемы, как бы хочется их себе посмотреть, но времени на это уходит до чёртиков. Давайте поговорим с юной. Ну, я нарисовал эти флайеры сама, не похуй рисунок монстров, правда. Ну, это просто моё воображение, конечно. Я хороша в рисовании. Не то, чтобы это были очень классные картинки или что-то подобное. Ну, мне просто нравится делать это. И всё. Флайеры, где как дурно написано, скажите нет наркотикам. Это очень хорошая социальная реклама, я считаю. Впрочем, они ни разу не сохранялись, это поразительно. Даже раньше была привычка сохраняться каждые 2 минуты. Однако, мы не можем изменить нашу команду А. Так. Нам нужно найти сковороду. Мистер. Так. Может, у вас сковорода, господин. А. Да, похоже, вот и сковородки. Дорогой, вот, по старой дружбе, вот. За то, что спас ваш лес от ужасного страну, за полцены отдашь, а лучше вообще даром я же мать. господин. Горданя наша мать, мой ребенок. Добро пожаловать, добро пожаловать, дешево, дешево, купите что-нибудь прямо сейчас. Ну, уверен, у них неплохие сковородки. раз, а давай посмотрим. Ну, Спасибо. Тогда я секундочку, я закончу очень быстро. Здравствуйте, у вас есть какая-нибудь эргономичная долговы, сковородка, которая прослужит достаточно долго. Да, у нас есть сковородки. Квадратные сковородки для приготовки яиц. Каждая из них. Купите, купите все. Что? Почему они все квадратные? Это странно. Эй, у вас нет какие-нибудь круглые? Ну, хоть одна. Пробуй их ни одной. Сдайтесь, просто сдайтесь. А, если это так, ну, это чудесно. это проблема, да? Они что, теперь не продают нигде круглых сковородок? А, вот ситуация, в которой мог помочь этот информатор. Этот информатор закрылся только сегодня. Давай проверим. Так, с неба сейчас не помешала бы телепортация, потому что мне очень лень брести по этой длинной лесной тропе. В принципе, нет особого смысла в его существовании в принципе. Дорогой брат. Не, мне кажется, я симпатичный, симпатичный этого парня. Эй, Рассел, доброго дня. Рас, ты пришел так скоро. Что случилось? Ты лишь прямо как Рассел. Почему, почему вы родственники? Совпадение. Хе-хе, ну да, конечно. Ну, если так говоришь, пусть так и будет. Ну, так что случилось сегодня? Вам нужна моя информация? Да, это так. Я могу поверить, что мне нужно уточнять, но мы хотели, видишь ли, круглую сковородку. Ага, знаю хорошее место. Но это немного опасно. Я знаю, что вы найдете, что вы ищете. И чтобы добраться до, вы должны следовать этому компасу. Праздничный компас. Какой милый компас. То есть, мы можем найти место, где есть отличная круглая сковорода? Ага. Давайте, испытайте его. Срашивать, если вам понадобится что-то еще. отлично. Просто замечательно. Спасибо, что среди нас есть такие люди. Собственно говоря, куда нам идти теперь? Компас это прекрасно, но что-то я не могу понять. Компас у нас в инвентаре нет, я вам так скажу. Хм. мистеру нам точно компас отдали. Может, он уж подобрать где-то? в общем-то, ничего интересного нет, особенно по всему. Ну, наверное, нужно пробиться в лес. что-то что-то пока компас не спешит указать мне путь. Никого нет. Блин, мне кажется, квадратная сковорода это тоже неплохо. вот у некоторых людей слишком много претензий сковорода не круглая, там, не знаю, зарплата маленькая. Это же чистая вода без предела. Эй, господи, куда идти-то? по компасу сломан, и он не работает. Предлагаю, забору, прыгнуть со скалы. Отлично. Шикарно. Не, я такое чувство, что нам отыгора лаганула, и нам просто ничего не дали. Потому что что делать абсолютно непонятно. Знаешь, что только я такой глупый. Ладно, давайте, в принципе, все равно момент в фоне подходящий, чтобы закончить серию. Так что сам был Авангард, и до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. До новых встреч.